ну они лучше меньше говорили больше делали ну то есть если бы не сегодня допустим потопили два танкера российских не говоря вообще ничего вот это был бы какой-то ответ а вот как только начинает разговаривать ну вот это вызывает некоторые моменте начали говорить эти начали говорить о чем закончится поговорил коми а закончится должно быть уничтожением российских военных объектов судно которое допустим перебрасывает дизель перебрасывает то есть тут уже нефть это что же вы это военный объект так как из нефти делается в конце концов дизель который потом идут идет в то есть эти все моменты надо отслеживать и надо топить выполнять задачу уничтожения военных объектов причем тут очень важно и лучше здесь в этом смысле ни о чем не говорить просто делать и важно топить именно военные объекты ну что будем топить там сухогруз или балкеры с гражданскими грузами зачем смысла нет никакого тратить допустим наши подводные а у нас есть подводные дроны реальные подводные дроны которые могут уничтожать бить по 2 3 линии уничтожать и топить корабли вот как раз для этого не создала есть и тлк талоки так называемая и я думаю они пойдут выполнять эту задачу но опять же ну не надо просто об этом сделали ну а дальше думайте до чего и что россияне ну им им поговорить они тоже что же они они поговорят но они потом могут действительно что-то начать делать самое интересное здесь уже можно россиянам ну как советует а им конечно не нужно ну а них тоже хотя бы подумали сейчас кто-то допустим не не россиянин кто-то возьмет затопит экономически доплыв в экономическом каком-то ключе как какой-то бизнесмен потопит своего противника бизнесмена да и повесит все на россиян россияне будут стоять там обтекать на них навесят столько всего по всему миру сейчас ради бога делай что хочешь в мире вешаешься на россиян говоришь это россияне и потом их просто затаскает по судам а покажут вот это это заявление министерства обороны российской федерации это же как как получил вызов вернее ордер на арест в международный уголовный суд путин вот также ляпнул одна сначала четко ляпнула о том что мы тут детей забираем а этот подсветил ну да мы же тоже точно забираем и тут же тебе ордер на допрос арест и допрос и рассказывайте потом что ты у тебя не дочка а сын или наоборот то есть как про анекдот про папа вот та же самая картина то есть здесь лучше вообще не говорить просто брать и делать но делать реальные вещи то есть топить военные до сих пор еще по россии по черному морю болтаются 6 7 десятков судов до сих пор еще бьют российские ну то есть надводные подводные корабли теми же калибрами ну так если бы не говорили а делали уже к москве там бы выстроился целый хоровод этих судов но не выстраиваются то есть но есть вопросы по этим заявлением потому но я военный я может быть не совсем политик там или дипломат но я думаю нет смысла об этом говорить сделайте потопить и а потом и можете даже ничего не говорить и так будет все понятно доброе тоди про как раз хорошие кейсы хорошие приклады когда не говорили не анонсула а а зробили понедельник это у нас був кримский міст або керченский и через день это уже вибухи которые стали на одном из складов боеприпасов что стосуется керченского моста пани романи но они же там хизовались тем что у них там надзвичайно потужна система охорони и они навык застосовывали цих боевых дельфинів які мали це все охороняти тим не менше щось припливло давайте нагадаймо якщо буде можливість ми зараз покажемо цей керченский міст на мапі тобто це ж не пряма дорога це не те що ти там сів і поїхав чи взяв і запустив дрон це справді надзвичайно кропітка робота але ти не менше туди щось дісталося як і дісталося до складу із боекомплектом наскільки я розумію кажуть що це все ж таки був storm shadow от власне про те що не анонсували а зробили що так далеко могли дістати та на жаль не нанесений тут кримський міст але може і на щасі на що він нам у перспективі потрібно ну туда дошли однозначно глиссера это глиссирующая катера іми давно уже занимает да іми давно уже занимается военно-морской флот с СБУ они работали с прошлого работают с прошлого года вот первый анонс был это удар помните 29 октября по севастопольской бухте они там рядом постояли потёрлись а борта двух кораблей зачесалось что-то потом у них долго выйти не могли то есть это те же глиссирующий катера очень легко их в принципе делать то есть берется какой-то катер которому как минимум может нести допустим одну или там 100 килограммовую авиабомбу или 250 килограммовую авиабомбу а долго там думать не надо контактный взрыватель и при ударе она взрывается сотка или 250 то она подымет пролёт ну проделает пробоину корабля особенно в корме и подымет пролёт однозначно этого моста мод же ротенберг строил а это значит из навоза и палок сто процентов то есть ветром стула взрывная волна это в основном ударная волна это ветер очень плотный потому здесь нам израиль конечно помог в этом смысле то что мы можем этот мост теперь развалять даже 100 килограммовым боезапасом но то что это точно надводные дроны это можно уже поговорить на сто процентов так как по тем фотографиям и видео которые потом показывали там не не было над удара ракета или там каким-то дроном не было никаких практически повреждений ограждения сверху полотна а удар снизу мог сдвинуть этот пролет это то это только надводный дрон он может идти вот они тогда сделали хорошие дроны и они также работают практически вот этот а он может идти по дальности 500 700 километров туда как раз километров 500 обойти крым по большой дуги а его никто не заметит а если еще не придумали не двигатель ну не двигатель внутреннего сгорания допустим электродвигатель поставили так его еще и береговые системы не за не засекут аудиосистемы ну то есть слежение не засекут он может пройти и дальше уже подорвать очень грамотно была выполнена сама операция сначала был удар по севастопольской бухте если вы помните это комбинированный удар по севастопольской бухте в пятницу причем скорее всего всю операцию придумывал еще психолог может быть даже такой хорошо русист так называемый потому что сложил очень правильно грамотно то есть ударили тогда в пятницу по севастопольской бухте подняли там гусей естественно они позбивали большинство беспилотников тогда в районе севастополя и дальше ушли в запой до понедельника и в понедельник с утра не выходя из запоя они не успели просто выйти все же побежали из кельчинского моста на севастополь то есть на запад на западную окраину праздновать эту эту тему о том что отбили удар по севастопольской бухте в это время им уже за так сказать и их обороны зашли эти два катера но были фотографии том что шло четыре катера ну как минимум два катера дошло и два взрыва мы видели то есть хорошо выполненная задача и с участием реально психолога который все это дело просчитал по времени по периодам адаптации после полутора двух литров самогона то есть этот весь процесс был в общую линейку встроен я сейчас серьезно говорю ну без сарказма так оно так оно иногда бывает при постановке задачи учитывается эти моменты так а что в результате мы отримали так тому что для нас найголовнейшее это мы говорим про то чтобы зламать логистику но на жаль там автівки не едут но потяги едут нам главное чтобы не было забезпечения військового угруппирования окупантов на певдень края не но здаясь что и там они ну мать инши какие-то маршруты надходжения че все это вартувало окрім информационно-психологичного тиску чтобы безперечно у війни важливо але ж мы розуміємо что это не для того чтобы нас потешите цивильник это мало бы допомогти військовым ну удар во первых вивод из строя даже одной ветки он же создает такой эффект домино допустим пробка уже по другой ветки а наша распространяется и вдоль но это не полная пробка от движения самих транспортных средств россиян она распространяется вплоть до армянска с одной стороны и туда на тамань в другую сторону то есть даже вывод из строя одной ветки есть определенный синергетический такой эффект накопления проблем которые две движутся и потом они связываются и с военными грузами тоже то есть где-то не пересекаются там в армянске в чангаре мелитополе даже переброска сейчас толпа россиян же они ж как только увидели что подорвали мост они сразу собрали чемоданы собрались и поехали в крымсы селфиться со всей россии не из крыма поехали убегать наоборот это же россияне у них же все наоборот они поехали в крым посылки то на этом мосту и все туда прутся для того чтобы проехать возле этого моста пофотографироваться не выкладывают это все потом в эфир своих инстаграмах или что там у них осталось россия грамы какие-то я не знаю ну то есть обратный обратная волна перекрывает поток трафик перекрытый сейчас очень сложно военным грузом сейчас проходить вместе с гражданскими они идут в перемешку в основном через мариуполь сейчас из мариуполя идет информация постоянно что ну идут потоки и в одну и в другую сторону вот ротация так сказать этих сельфингистов происходит потому даже такой удар он вызвал серьезные проблемы у россиян до переброски грузов а это значит военных а это значит для нас большой плюс раз и второе надо все-таки уже учитывать и психологическое состояние особенно российских военных ну вот заходит военный состав ж.д. допустим на ж.д. мост они пока с тамани до кирчи доедут они с закрытыми глазами едут закрывают уши там их шапки и ждут удара по железнодорожному мосту представляете как люди которые понимают что будет удар а тем более никто ж бить по мосту не будет то есть исходя из специфики постройки железнодорожного моста его бить лучше по поезду ну то есть те же беспилотники или те же ракеты им лучше бить по поезду который тянет или технику или боеприпасы или топлива лучше топлива то и тогда выводится из строя мост а так очень сложно его в принципе да то есть вывести из строя саму опору практически невозможно без инженерных определенных работ ну а по мосту тоже очень сложно попасть по железнодорожному так чтобы его как-то полностью вывести из строя а вот поджечь поезд или еще лучше сбить его ну то есть при ударе а представляете как идет поезд там сидит несколько сотен человек и вот ждут этого удара и каждый у себя в голове прокручивает как они сейчас будут лететь в этом море вместе с поездом это каждый у себя в голове пару раз прокрутит потом мозг это оставляет еще как минимум на полгода и он люди просто не понимают почему они сидеют после проезда по железнодорожному мосту это психологический удар довольно таки неплохой и хороший и псо даже сейчас наши россияне если послушают вот я ж не просто так это говорю даже вот то что они сейчас нас слушают это уже закладываются у них в мозгу и не постоянно теперь будут это думать все люди которые будут проезжать по железнодорожному мосту и которые нас слышат у них мозг будет выдавать вот это мою тиран ну так работает мост так работает потому мы не просто так личинки им там оставляем чтобы лишний раз посидели но может быть другой раз мы поедем даже ради этого и то надо было ударить по то есть тогда у загальния но пана арабана я хочу вас запитать теж в контексті цих подій про загалом війну дронів значить ну ясно це ж там як кажуть експерти нам аж величезна лінійка підводних дронів не потрібно але нам потрібні класичні дрони і тут побутую дві думки перше це росіяни ну ми знаємо в татарстані вони будують свій завод з безпілотниками ми знаємо що вони в принципе ну шось там намагаюся зробити навіть обмежені навіть під тиском санкційної політики та ну і відео які вони вкидають але я навіть не беру за за основу тому що ми достеменно не знаємо що вони там нам днями показали у той же час за 17 місяців повномасштабного вторгнення ми не розуміємо чи є в нас своя лінійка цих безпілотників вчора було таке спілкування прес-конференція і міністра оборони і не тільки і там питали журналісти про те а чи є в нас дрони ну тому що сьогодні потрібна величезна кількість тому що це війна дронів вони мега потрібні на фронті ми бачимо як вони працюють та як швидко військові їх втрачають як працюють антидронові різні прилади та тобто ми мали би створити щось своє але з іншого боку нам експерти кажуть ну дивіться ми ж не можемо все показувати як росіяни хай вони не знають що в нас є та оцей підводний дрон не було презентації не було прес-конференції ми всі його не бачили а результат є то чи можна припустити що в нас таки відбувається збірка дронів просто нам про це публічно не кажуть або якщо його не показують то його і просто не існує ну дело в том що неважно делаємо ми їх или нет важно работають вони или нет а вот то що вони почали в последнє часу работать об цьому нам більше говорять наші враги росіяния зараз конкретно показують то що їх атакують постоянно атакують віздушні дрони і морські но за морські ми з вами вже проговорили надводні т.е. віздушні дрони росіян атакують особливо в Криму я так понимаю сначала розмялись по некоторым аеродромам по прилегаючим областям Росії а тепер конкретно особенно после того как Залужний сказав навел резкость на Крим увидел що він до сих пор не освобожден вызвал нескільки генералів сказав а що таке почему нас Крим не освобождається ну естественно генералы тут же все собрали і все що є бросили в сторону Крима і зараз в Криму гудить, летить, горит, ну це нормальний ход і то що воно є, значить воно де-то береться і таке кількість воно не можна зробити на кількість значить воно де-то щось запущено воно з якого уровня т.е. Укроборонпром це запустили где-то йде закупка или допустим закупка имеється в виду наших партнерів или у частних фірм, которые предлагали ну в течении десяти лет Укроборонпром у частних фірми предлагали реальные разработки дронов ну только купите то есть дайте денег и мы вам сделаем ну частники ж сами не могут у них денег нет им надо на чем-то развиваться то есть купите у нас и мы вам поставим Укроборонпром делал что угодно только не те заявки которые были нужны а сейчас может быть то есть нашли какой-то какой-то механизм финансирования производства этих частных дронов причем они могут производиться не у нас не в Украине Украинская частная компания производит где-нибудь на майке ну допустим и сюда доставляет и он идет уже для выполнения боевых задач у нас на нашем театре военных потому лучше говорить не о том что там производится или не производится а говорить о том что применяется и как применять по крайней мере за последние 4 дня мы видим конкретно чуть ли не каждый день применение и довольно таки успешное применение по Крыму по формированию поля боя а раз это так то значит у нас точно есть достаточное количество по крайней мере пока главное чтобы оно завтра не закончилось потому что может все собрали генерал доволен у Залужного спросили ну что батя нормально ну да нормально и все забыли затерли и больше мы этого не будем главное чтобы этого не было а если это будет постоянная такая работа каждодневная работа каждоночная лучше ночью работать это оптимально еженочная работа то она приведет к определенным положительным эффектам при заходе украинских войск в Крым будет подготовлено поле боя ну а то что шторм шеду ну большой вопрос у меня по шторм шеду дело в том что мы второй месяц эти шторм шеду да второй месяц шторм шеду используем ни одна эта ракета в Крым не заходила по разным причинам я так думаю одна из них это запрет по работе по Крыму почему потому что ну можно было работать шторм шеду и по тому же армянску и по джанкою и по севастопольской бухте там очень много этих военных объектов но до сих пор туда никто не сходил а я думаю все таки это сработало наше определенный рой беспилотников которые подорвали переполненный склад переполненный потому что деваться же некуда то есть им приходится переполнять эти ячейки подорвали переполненный склад одним из наших беспилотников один из заявленных был 75 килограмм боевой части 75 килограмм тротила подорвать переполненный склад может подорвать одну ячейку она потом выгорит все рядом стоящие переполненные ячейки то что мы кстати наскольки я розумею спочатку нищили логістику ближче а потім окупантам доводиться отступать и от вы кажете переполненные склады ну и власне когда вы скажете лучше там орентироваться на то что что уже это сегодня как раз уже и официально было сказано и есть видео уже показывается использование касетных боеприпасов я как не військовая людина цивильная я подавилася ну и звісно и что тут такого ну потому что я не совсем понимаю их принцип хотя все там хлопцы в коментарях в захвате и звісно это сейчас их смажет хотя напередуне нам все таки сказали что не сподівайтесь что касетные боеприпасы это геймчейнджер что что-то кардинально прям суперсуттево изменит тем не менее че варто очікувати так как знаете зараз модно говорите швидких решень чи можуть они нам дати якусь можливість та не знаю наростить темпы швидше ворога какое главное завдание будет у касетных боеприпасов вспомните хороший фильм старый чапаев там была анка пулеметчица и вот она косила ряды идущих капелевцев в полный рост вот это примерно если россияне вот так выстроиться в ряд и пойдут в атаку то кассетный боеприпас их накроет примерно как пулеметная очередь причем в диаметре метров 300 иногда они это делают иногда они болтаются по полю идут в атаку в полный не в полный в полуприседе но тем не менее иногда бывает что и так двигаются именно такое движение эти боеприпасы накроют и как только они начнут поймут принцип действия этих боеприпасов будут двигаться по посадкам потому что в посадках ну сложновато ему работать он взрывается в листве сейчас пока еще зеленка под прикрытием деревьев передвигаться по закрытой по закрытой какой-то территории они найдут механизмы как мы нашли россияне шеих использовали тоже по нам мы нашли механизмы как от них уходить и они перестали их использовать потому масштабные атаки масштабные атаки они быстро сойдут на нет а именно эти боеприпасы работают по масштабным атакам я еще раз повторюсь по поводу капелевцев да то есть когда большое количество пехоты или или техники вот бронетехника когда тоже как-то идет в атаку и мы можем до нее достать до это дальность около 30 километров этого снаряда то легкая бронетехника она также поражается по крайней мере выводится из строя это уж точно значит что как минимум что этот боеприпас чему он приведет перестанут россияне ходить большими группами они перейдут в режим вот такой мелких групп которые будут передвигаться по закрытой местности малые тактические группы мы их разобьем в конце концов на определенные на определенные участки а это значит не будет у них широкомасштабных наступательных операций они даже их планировать не будут понимая что мы можем их накрыть любую такую операцию накрыть кассетниками и придется им там их собирать и оттягивать что такое кассетный боеприпас это снаряд простой который внутри там 72 бомбочки маленьких 200 граммовых но они при разрыве они в радиусе нескольких метров оторвут руки ноги посекут или кумулятивные струи прожгут уже броню сверху и взорвутся внутри ну то есть нанесут вред довольно таки существенный россияне будут от этого конечно уходить от таких ударов единственное что еще где их можно будет использовать вот в том же бахмуте если есть вот такой полигон по которому россияне как-то двигаются еще то после того как туда зайдут кассетные боеприпасы двигаться они по бахмуту просто не будут им придется копать ходы под землей определенные ну вот это тот чем они будут заниматься в бахмуте зашла группа накопалась по ходам и вот и дальше вышла если получилось зайти или выйти так как на заходе на выходе опять же могут поймать этим кассетным боеприпасом потому усложним мы им жизнь и передвижение большими группами это точно но геймченджера какого-то не будет то есть это не хаймерсы там которые зашли в свое время или не в 16-е которые придут я думаю в скором времени то есть и не атакамсы которые может ждать до второго пришествия нам будут все это рассказывать но это не так немножко немножко другое но что точно будет положительное это боеприпасы уменьшат расход основных 155-ых боеприпасов которых у нас ну не так много и которые нужны будут для вскрытия основной бетонной линии обороны допустим в районе Старомлинновки или того же Токмака то есть мы сейчас уменьшим расход основных боеприпасов сохраним их пока будем работать вот этим их достаточно их больше миллиона штук если нам их все передадут на утилизацию по россиянам это вообще будет песня ну вот как раз туди до Старомлинновки и Токмака мы с вами пойдем потому что там была заявка от військового аналитика Рёбки какого особо я часто критикую потому что в нього дивная аналитка это немецкий журналіст а я вас не слышу так так это я пропала это просто с Романа Святана СБУ переключилось на меня значит про запорізький напрямок у нас оця история з далекобійною артилерією яку нібито Рёбки каже что теперь немає переваги саме с боку Російської Федерації что происходит на запорізькому напрямку и я дозволю себе может это не очень правильно но процитувати військового злочинца Гіркина Стрелкова який сказав что в серпня посиплется Російський фронт я не знаю на чому это основывается потому что и вы нам сказали что есть перспектива хороших подей власне че ясно зараз уже где посиплется цей фронт ну дело в том что ну с Рёбкой немного не соглашусь я его не знаю на вас сошлюсь так сказать на линии фронта сейчас соотношение боеприпасов одно один к шести у россиян больше было больше было соотношение один к двадцати один к пятнадцати сейчас где-то один к шести один к семи вот где-то так так просто по эффективности использования одного боеприпаса мы выиграем россиян то есть нам надо два по крайней мере выстрела чтобы уничтожить допустим какую-то цель первый пристрелочный второй ложится точно цель а бывает из первого попадая россиянам приходится использовать большее количество боеприпасов чтобы поразить цель они в основном бьют по площади а значит используют у них просто неточное вооружение хотя вот ста с более-менее еще такая неплохая сау но тем не менее за счет технологии стволов и системы управления ну и качество самих снарядов мы конечно в этом смысле выиграем но к по количеству ну уж точно у россиян в пять-семь раз по крайней мере сейчас больше хотя непонятно что имел в виду ребки то есть по может быть эффективности он имел в виду эффективность эффективность я бы сказал опять с ними соглашусь эффективность у нас лучше у нас сейчас есть хороший перевес в количестве и качестве контр батарейных радаров нам наши партнеры дали достаточное количество контр батарейных радаров а мы сразу выбили их контр батарейные радары и они просто слепые сейчас как слепые котята арта они пока стоят разворачиваются они не понимают откуда по ним и боятся первого выстрела они сразу боятся понимают что тут же пойдет ответ разбегаются во все стороны и мы уничтожаем очень много уничтожили сначала контр батарейные радары но считайте глаза их или уши глаза это иногда те беспилотники которые у них висят и видят но контр батарейные радары это пусть будет уши да то есть уничтожили уши уничтожаем и глаза в том числе и очень быстро реагируем на их движение по первому выстрелу мы тут же отрабатываем ту точку откуда этот выстрел был произведен за счет контр батарейных радаров которых у нас в достаточном количестве вот здесь конечно у нас перевес огромнейший то есть мы несколько десятков стволов в сутки отминусуем российских стволов а это много это такой серьезные потери для россиян